вот что с помощью вот этих вот 10 килограммов мы сможем сделать какие температуры у нас будут и сколько они будут держаться пойдемте замерять и решил сейчас испытать термопару кто не знает смысл этой печки сейчас немного поясню температура внутри трубы 410 градусов друзья всем привет с вами канал живая русская баня меня зовут владимир ефремов и мы продолжаем испытывать печку скоропарка сегодня мы снимем все показатели с этой печки что вот есть несколько достаточно важных моментов во-первых за сколько прогревается парная возьмем цифру прогрева парной это вот режим русской бани за какую за какой промежуток времени парная прогреется до 50 градусов вот нам надо 50 градусов ну и сколько там будет влажности показывать будем смотреть за какой промежуток времени будет 50 градусов в бане 2 то что мы будем замерять это сколько пара выдаст эта печка но в русской бане главное пар главное вот влажность какая создастся с помощью этого пара и пар мы будем замерять литрами воды вот я сейчас налил ведро воды здесь 9 литров мы посмотрим сколько пара сколько воды съест и скоро сколько пара выдаст печка с 10 килограммов дров вот у меня здесь 10 килограммов дров я сейчас вам на весах покажу мы это будем все делать на 10 килограммах дров соответственно второй момент это вот сколько воды она съест третий момент я сейчас специально отключил инфракрасные обогреватели в комнате отдыха вчера еще и сейчас комнате отдыха минус 5 градусов мы посмотрим до какой температуры прогреется комната отдыха без каких-либо дополнительных обогревов не будем не ветродуйку включать не инфракрасники включать посмотрим вот как вот с помощью печи соответственно печи скоропарки мы сможем прогреть комнату отдыха до каких температур и третье ну наверное это как раз вот не для этой печки это для более тепло аккумулирующих печей через 10 часов от момента закладки дров какая температура у нас останется в бане будет она аккумулировать тепло не будет ну и понятно что у этой печи всего лишь 40 килограммов камня она не будет аккумулировать просто мы у других печей будем такие же тесты проводить из то же самое смотреть ну значит вот по этому пункту она точно проиграет хотя не знаю посмотрим в общем через 10 часов мы зайдем в парное помещение и посмотрим какая температура у нас будет в парном помещении через 10 часов после начала момента затопки дров и так будем делать у каждых печей дальше следующее что мы замерим мне компания которая производит печи кострома офигенные печи ребята спасибо вам мне прислали термопару взятка ну она мне нужна подарили мне термопару мы попробуем замерить я еще ничего не делать сейчас только буду ее настраивать попробуем замерить температуру исходящих газов после вот первой трубы вот при входе в сэндвич какая температура исходящих газов у нас там в трубе насколько вот скоропарка поглощает вот это вот тепло превращает его в пар и какая температура дальше уже уходит сэндвич но если сейчас еще по порядку в ходе эксперимента еще какие-то цифры вылезут ну значит и их тоже покажем так что видео будет интересно и первое что мы смотрим это то что у нас 10 килограммов дров сейчас я весы включу весы включаем ставим дрова на весы чуть-чуть придерживаю пакет чтобы просто не уехал 10 килограммов 400 грамм ну вам перевернуто ну понятно 10 килограмм 400 грамм вот что с помощью вот этих вот 10 килограммов мы сможем сделать какие температуры у нас будут и сколько они будут держаться пойдемте замерять вот в бане температуру показывает ну минус 3 минус 4 градуса сейчас вот с этой вот температуры мы начинаем испытания на улице у нас где-то около наверное минус 7 минус 8 здесь все-таки потеплее все и сейчас разжигаем печку заливаем воду всю воду которую буду заливать я буду показывать погнали так начинаем заливать воду вот я замерил здесь воды у нас 9 литров я трехлитровыми банками сюда заливал смотрел сколько будет 9 литров в баке у нас сейчас самой печи воды нету и мы начинаем заливать воду так первые 9 литров воды мы залили я сейчас пойду схожу еще за водой и буду печку растапливать уже начинаем разжигать печку а точнее дрова прошлый раз тоже сказал разжигать печку время 10 часов 22 минуты наверно увидели 10 часов 22 минуты все я дрова сложил положил бересту и сейчас газовой горелочкой правда замерзла она здесь за ночь буду разжигать вот печку топлю кстати уже четвертый или пятый раз пятый раз топлю печку стекло ну немножко она под закоптилась а так практически прозрачная тряпка у меня к сожалению замерзла вот есть перчатка сейчас попробуем просто перчаткой протереть и все опять замечательно огонь видно пока вот сейчас печку затопили сходил за водой принес еще девять литров воды и решил сейчас испытать термопару вот которую мне привезли вставил батарейки опустил в воду вот он сейчас начинает терять температуру опустил саму термопару воду которую принес из дома и она показывает что вода 40 градусов видите опять расти начинает термопара работает так что постараемся ей замерить не знаю что мы сможем замерить но попробуем какие-то показатели и снять 39 4 видимо остывает уже изначально когда принес было 40 градусов вот принес третье ведро воды два ведра воды я туда уже залил я туда залью воду с запасом здесь есть кран его потом открою солью посмотрю сколько воды осталось пока запасом на всякий случай воды заливаю третье ведро это уже девять восемнадцать да еще девять двадцать семь литров чем больше будет там воды тем больше воды будем будет около стенок горячих тем больше воды будет кипеть а и тем больше будет происходить испарение этой воды кто не знает смысл этой печки сейчас немного поясню смотрите у нас здесь в этой печке находится бак с водой который вот так вот такой вот задвижкой закрывается чтобы пар не выходил вода там начинает кипеть в этом баке этот пар попадает вот по этой трубке к стартовому дымоходу вот к этому вот стартовому дымоходу и около этого не знаю что у него внутри но там по моему спираль этот пар нагревается и вот отсюда уже начинает выходить перегретый пар но для этого вода там должна кипеть вода у нас еще не кипит прошло у нас 25 минут и и в парной у нас сейчас около семидесяти процентов влажность и где-то в районе наверное пятнадцати градусов температура пойдемте в комнате отдыха посмотрим какая у нас температура в комнате отдыха у нас ну примерно плюс два сейчас прошло 25 минут смотрим дальше но не будем забывать что у нас здесь стоит печка ферринги и вот смотрю на ней даже и не блестит лидок здесь такой лежит не знаю на камеру будет видно или нет но получается скоропарки нужно будет еще прогреть вот этот вот объем камня потому что здесь достаточно большой объем холодного камня у которого температура была минус 5 градусов сейчас он тоже начнет конденсироваться и печки надо еще справиться вот с этим камнем первая закладка дров у нас прогорела прошло у нас сейчас скажу сколько сейчас время 1108 ну практически 50 минут прошло первая закладка дров прогорела закидываю опять дрова друзья у нас прошло полтора часа вот время 11 часов 52 минуты я закидываю уже последние дрова дрова прогорают достаточно активно закидываю вот последние дрова и что какие температуры у нас здесь сейчас есть у нас тут пар в комнате отдыха достаточно прохладно в комнате отдыха у нас ну примерно 13 градусов ну мы старались сильно двери не открывать чтобы сюда влажность не нагонять чтобы у нас парная прогревалась здесь у нас соответственно 13 градусов пойдемте сейчас парную посмотрим сколько температура в парной какая влажность парной посмотрим температуру в дымоходе я термопару нас на настроил и даже поместил еще одну термопару на верхние камни во внутренней каменке пойдемте во внутренней бани так заходим сейчас парную переключились на другую камеру так что-то у меня термопара выключилась сейчас попробую вот я включил ее сейчас посмотрим что она нам выдаст так смотрите температура внутри трубы вот после вот этого вот вот этой вот спирали которая перегревает пар температура внутри трубы 410 градусов температура камней сверху вот на этой вот каменке которая находится у печи скоропарка 190 градусов ниже я думаю они еще горячее но я туда не могу дотянуться термопарой температура в парном помещении 45 градусов температура и около 85 процентов влажности это у нас получилось за полтора часа здесь уже так достаточно жарко и влажно стены стены наверное около где-то 30 ну наверно около 35 градусов не горячее они ну потолок чуть горячее а здесь вот на уровне моей руки где-то около 35 градусов и стены еще сырые стены не прогрелись на них еще конденсируется вода вот примерно как-то так для того чтобы нам все-таки максимально испарить воду мы сейчас еще польем воду на каменку потому что она же тоже будет воду испарять а нам нужно посмотреть сколько у нас воды испарится термопару я пока убираю чтобы она у нас здесь от влажности не глюкнула и поиспаряем воду с каменки термопару уберу и набираю воду из внутреннего бака которую я на набирал потом мы эту воду оставшуюся сольем и посмотрим сколько у нас там воды осталось и испаряет хорошо даже наверно стоило пораньше начать оттуда воду испарять а нет у меня пока нормального ковшика жарко уже жарко уже подостыли внизу еще испаряет ну все уже камни начинают остывать много воды она не съедает эта каменка вот два вот таких вот ковша сейчас долью сюда все сюда пока больше бессмысленно наливать температура у нас здесь 55 влажность за сотку ушла потому что мы здесь очень много наподдавали все пока выходим отсюда сейчас каменка восстановится зайдем и опять попадаем выходим а то жарко так смотрите дрова у нас 10 килограмм дров у нас прогорела у нас там уже остались угольки вода уже кипеть перестала сейчас заходим сливаем оставшуюся воду смотрим сколько у нас осталось воды в баке и вот на этот момент сразу же могу сказать что десяти килограммов дров для протопки бани мало сейчас покажу почему пойдемте в парное помещение в парной было до 55 градусов вот сейчас температура упала до 45 и влажность в районе 75 но у нас недостаточно прогрелись стены если я в предыдущем видео показывал что после того как все стены прогреваются и даже при высокой влажности вот здесь вот становится сухо то сейчас у нас здесь все все влажно но так как мы договорились топить с 10 килограммов дров вот мы смотрим что у нас с 10 килограммов дров после того как мы сольем воду я ее потом обратно в бак залью подкину дров и пускай баня просыхает а сейчас мы будем сливать воду и смотреть сколько у нас этой воды осталось я все-таки посмотрю может быть камни у здесь восстановились да немного еще парят поэтому сюда добавлю воды ну и все в принципе перестали они парить вода у меня здесь очень тяжелая когда начинает закипать почему-то становится вот такая вот белесая полное ведро ведро я наливал 9 литров здесь где-то 10 литров воды и того мы заливали 27 литров воды а слили 10 соответственно печка с 10 килограммов дров у нас испарила 17 литров воды это на 1 килограмм дров 1 литр 700 грамм вот вот столько воды испарила соответственно эта печка за полтора часа я вам показывал что температура была 50-55 градусов в комнате отдыха у нас было до 15 градусов температура доходила ну я на улицу бегал ну когда люди в бане пользуются они тоже на улицу бегают но мы правда распаренные туда не выходили и двери я старался все-таки не открывать только с самого начала там было около 15 градусов баня не просохла 10 килограммов дров ей не хватило чтобы саму баню полностью прогреть но заходить через полтора часа греться уже можно было для того чтобы ее топить и полностью допустим семьей сходить попариться я думаю что где-то около 20 килограммов дров сюда уйдет температуры на термопаре я показывал внутри дымохода у нас было где-то 440 по моему на верхних камнях каменки было около 190 градусов вот такой вот обзор сегодня у нас печки получился еще мы будем пригласим профессионального парильщика он будет пробовать парить с этой печкой расскажет свои ощущения а если есть еще что поэкспериментировать с этой печкой пишите мы обязательно поэкспериментируем и потом уже переключимся на печку ферингер будем с ней производить все те же самые манипуляции сейчас я кран закрыл воду выливаю обратно подкидываю дров и пускай баня сушится все всем пока было полезно ставим палец вверх и подписываемся на наш канал уже ввиду к к и и Продолжение следует...